назначать на высокую должность, вплоть до уровня заместителей федеральных министров. Ну и, конечно, мы работаем с кадровыми резервами, со всеми резервами, которые существуют в госуправлении, начиная с президентства, резерва федерального кадрового резерва, резерва управления кадров. Ну, конечно, самый знаменитый, известный проект, это школа губернаторов, там, где учатся руководители, на пешеходе госуправления, ну, можно сказать, на губернаторов. Причем 51 губернатор уже прошел эту программу. Это вся та большая база руководителей, которая проходит, в том числе, через факультет оценки, поэтому мы накапливаем данные, очень интересные, нам они позволяют делать интересные научные выводы. Ну, для того, чтобы их получать, мы используем так называемый классификатор управленческих должностей. Это такая линейка управленческих позиций, которая позволяет сопоставлять разные должности между собой. Ну, для нас она выступает и способом валидизации нашего инструмента. Мы знаем, что мы измеряем уровень управленческой готовности достаточно точно. И используем эти данные для консультирования, для кончинга руководителей, само это представление о возможных карьерных траекториях руководителей. Ну и, конечно же, мы получаем интересные научные результаты, причем в этом смысле они во многом уникальны. Вот, собственно говоря, сегодняшняя лекция построена, в том числе, на этих уникальных инструментах оценки. Да, еще одно методологическое основание, которое мы используем, это модель управленческой готовности, но мы к ней, наверное, с вами еще вернемся. Я хотел предложить вначале все-таки с того, что мы обычно предлагаем нашим слушателям в рамках образовательной программы. Ну, с этой схемой многие знакомы, немножко она тут переделано, так называемое окно джогари или йогари, он же бошли и так далее. Мы говорим о том, что в работе с руководителем мы стараемся увеличивать саму отсутую область представления человека о себе самом, потому что для зрелой личности и для управленческой зрелости это важно, иметь объективное представление о себе самом. Поэтому я, пользуясь возможностью, хочу предложить и участникам марафона, тем, кто к нам уже присоединился, или тем, кто будет смотреть этот материал в записи, попробовать выполнить упражнение, которое я предлагаю. Причем так как в этом марафоне участвуют педагоги, преподаватели, учителя, я думаю, что сама модель, самооценка может вам пригодиться, чтобы просто адаптируйте свои задачи, когда, например, будете работать с ребятами, с детьми, ну, может быть, со своими коллегами. Такой хороший инструмент для начала рефлексии. Итак, так как мы говорим с вами о лидерстве, повторюсь, в этом месте можно говорить о любых качествах, о профессионализме, о человечности и о чем угодно, но мы с вами говорим о лидерстве, я предлагаю взять листочек бумаги, осчертить его, ну, примерно так, как вы видите сейчас на экране. Да, так как у нас всего 40 минут на взаимодействии, в конце меня попросили оставить время на возможные вопросы, если они появятся, то я скорее это упражнение тоже буду давать, ну, в таком режиме, скажем, скорее демонстрационном. Если вы не успеете его выполнить сейчас, можете вернуться к нему потом, но если вы выполните его сейчас, то в последующей лекции вам точно будет более полезно. Так вот, расчертите листочек на такие графы, важно, чтобы там было 10 строчек, потому что в каждой из этих строчек надо написать одно качество лидера, то качество, которое вы считаете важным для лидера. Буквально минутку давайте я на это даю. Ну, примерно вот так будет выглядеть заполненная вами таблица. Качество – это любая характеристика. Если хотите, это могут быть когнитивные, волевые характеристики, физические, связанные с внешним обликом. Но, как я говорю, обычно я шучу, мне сейчас не видны ваши лица, к сожалению, не знаю, насколько эта шутка будет удачной. Ну, например, лидер должен быть, наверное, умным и красивым. Качество номер один – это может быть, например, умный, качество номер два – красивый. Ну и так дальше уже пошли другие качества. То есть они касаются личностных характеристов, профессиональной сферы и взаимодействия с людьми, и морально-нравственных качеств, чего угодно, что вы считаете важным, нужным. Здесь важно, чтобы эти качества были именно вами зафиксированы, чтобы они шли от каждого из вас, от тех, кто работает сейчас с этой таблицей. Потому что если я вам дам, так скажем, законченный список, уже оформленный список качеств, это будет немножко не то, это будет уже не совсем то, что мы хотим получить с вами в итоге. Так, буквально пару минут на то, чтобы поработать с этой таблицей. В групповом формате, кстати говоря, люди, когда заполняют эту таблицу, я работал с этим упражнением, с созданной группой, хоть в школу губернаторов, с лидерами России и так далее. И обычно до пятого, шестого, седьмого качества достаточно легко заполняется таблица. Пробуксовка начинается где-то на восьмом, девятом. Бывает сложно сообразить, что же там еще, какими качествами, характеристиками должен был лидер. Поэтому мы в групповом формате друг другу помогаем. Я прошу просто участников аудитории, в зале, предложить какие-то свои варианты качеств, которые им кажутся наиболее важными, наиболее ценными, в том или ином контексте, конечно же. Но так как у нас с вами нет возможности отменяться мнениями, поэтому я вернусь к нашей модели управления и готовности. Возможно, она вам понравится. Можете из этого списка взять те качества, которые на ваших звездах можно соответствовать характеристикам настоящего лидера. Наша модель состоит из трех элементов. Мы смотрим на руководителя как на лидера, на лидера как на эксперт. Лидер, на лидер, на эксперт. И включил их роль руководителя, которым должен выполнять, не выполнять. На разных уровнях регенерации они проявляются по-разному, но при этом все три роли, ну, примерно одинаковые степени важны. Каждый здесь ролей наполняется, мы это называем это компетенциями, ну, вот в нашей советской практике было принято называть это профессионально важными качествами. Я имею в виду психологию управления, психологию профессиональной деятельности. Потом на смену замечательного понятия ХВК профессионально важным качеством пришло понятие компетенции. Ну, не совсем, кстати, релевантно. Ну, будем использовать его, потому что все к ним уже привыкли. Есть и корпоративные модели компетенции, и по образовательным стандартам используется этот же термин. Вот в нашей модели мета-компетенции. Видите, девять таких качеств. Если какие-то из них вам понравились, скажете, что они важны для региона, можете записать их в свою таблицу. Так, ну, а мы продолжаем с вами двигаться дальше, с учетом дефицита времени. На следующем шаге я предлагаю эти качества проранжировать по степени важности. Как вам кажется, какое из этих качеств более важно, какое находится на втором, на третьем месте, то есть проранжировать их по степени важности с первого по десятый номер, с первого по десятый. Если вы не успели все девять, все десять качеств записать, можно это в процессе еще сделать, потому что важность, чтобы список был ровный из десяти, иначе там есть математическая формула, она просто не сработает, мы с вами не получим результат, который будет интересен посмотреть. Оценить проранжировать эти качества с точки зрения важности. Ну, например, что важнее, все-таки для лидера быть умным, или для их красивым. Кто-то считает, что личное привлекает, что для лидера важнее, кто-то считает, что голова, мозги, и лидер важнее, чем внешние характеристики. Вот, может быть, между ними понятно, что если лидер выглядит неаккуратно, неопрятно, отталкивающим от эмоционального фидера, привлекательно, притягательно, притягивает к себе других людей. Они хотят на него быть похожими, но у него нет головы, нет мозгов, это тоже хороший выбор, но по-настоящему, то есть выбор, на то же место, два раза качество ставить нельзя, поэтому в любом случае надо говорить, что важнее, например, а уникативное качество или интеллект, умение вести за собой или настойчивость. Ну, будем считать, что вы этот полбец заполнили, и теперь делаем следующий шаг, а теперь вы должны оценить выраженность этих качеств у себя самого, то есть точно так же проранжировать эти качества с первое по десятое место, но определить, какое из этих качеств для вас характерно в наибольшей степени, каким вы точно обладаете, его, соответственно, ставите на первое место, самое яркое ваше качество, затем на второе место, на третье, и так до десятого, на десятом месте по всей вероятности окажется то качество или та характеристика, которую вы лично обладаете с вашей точки зрения, ну, чуть в меньшем степени, или в наименьшем степени. Цифры могут совпадать, порядковые номера могут совпадать, но что получится дальше, многие из вас уже, наверное, догадались, давайте еще несколько секунд на заполнение. Так, я выключу принтер. Пока не изучается, как вы говорите. Ждем, пока все проранжируют сама у себя, самих себя, с точки зрения этих качеств. Этих характеристик. Мы, наверное, все это уже сделали. Переходим почти к заключительному шагу. А теперь надо найти разницу между столбцами по модулю. Ну, для гуманитарев напомню, что разница по модулю, это предполагает вычитание из большего числа меньшего, без бумага минус. Как вы видите, 5 минус 1 равно 4, 7 минус 3 равно 4, 7 минус 5 равно 2. Для самых внимательных, тут есть ошибка. Я ее специально не убираю. Мне нравится, когда появляется возможность проверить, насколько внимательно аудитория работает с этой таблицей. Так, ну, допустим, вы вычислили разницу по модулю. Это, как вы знаете, задание, наверное, для первоклассников. Достаточно легко это сделать. И дальше надо сложить в столбик сумму получившихся разниц. Сумма разниц вкладывается в столбик. Ну, в моем примере это 43. 43 сумма разниц. 43. Как вы думаете, что это значит? Да, я вижу, что многие из вас уже догадались. Чем выше сумма разниц, тем ниже ваша самооценка. Чем меньше сумма разниц, тем выше ваша самооценка. То есть при максимально большой разнице между я реальным и я идеальным. Я реальное – это то, как вы оценили самого себя и выраженность у вас. Тех или иных качеств. А я идеальный – это те качества, которые вы считаете важными для лидера. И в том числе и с точки зрения и транжирования. Разница между я реальным и я идеальным – это есть я-концепция ваша, как лидера. Ваша я-концепция лидера. Ну и, собственно говоря, разница между я реальным и я идеальным, она говорит о том, насколько ваше представление об идеальном лидере отличается от вас реального. И можно говорить, конечно, не о том, что вы плохой лидер или замечательный лидер. Можно говорить только о вашей самооценке. Причем эта самооценка, как вы заметили, очищена от внешнего влияния, потому что сами качества вы выписывали, фиксировали их на листе бумаги, транжировали эти качества с точки зрения значимости вы, оценивали самого себя с точки зрения выраженности у вас качество живое. То есть это ваша самооценка в чистом виде. Это не есть объективная реальность. Это всего лишь наше восприятие самого себя. Но для того, чтобы было легче работать с цифрой, самооценки, надо же понимать, насколько ваша самооценка является высокой или низкой, адекватной или неадекватной. Хорошо бы, конечно, привести к какой-то линейке. Но в данном случае восприятие затруднено, потому что чем выше цифра, тем ниже самооценка, чем больше число, тем наоборот ниже самооценка. Это сложно понимать. Поэтому мы используем такую формулу для перевода самооценки в процент, в 100%. Максимальная сумма разниц, которая возможна при таком варианте, равняется 50. Поэтому из 50 вычитаем вашу сумму разницы, умножаем ее на 2. Ну и, условно говоря, появляется значение вашей самооценки в процентах. Ну, у кого как получилось, вот в моем примере, ну, на всех случаях не мой личный пример, это чисто гипотетический пример, самооценка равняется 14%, крайне низкая. Как вы думаете, какая самооценка является оптимальной для саморазвития людей? Вот я общался с психологами, они говорят, что самооценка должна быть несколько выше средней, потому что если она приближается к 100%, на уровне 90%, там, больше 80%, то в этом смысле она, конечно, является очень высокой, самопринятие у человека высокое, но возникает вопрос, зачем двигаться дальше, какой смысл, если я и так уже близок к своему идеалу. Ну, и это, в общем-то, в определенной степени может являться тормозом для саморазвития. Если же самооценка очень низкая, как в том примере, который вы видите сейчас на экране, 14%, я бы сказал, даже меньше 50%, самооценка была на низкая, с такого низкого старта тоже сложно начинать движение, потому что при низкой самооценке, в принципе, сложно самого себя развивать, считаешь себя неудачником, тебя и тут не получается, тут не такой, недостаточно красивый, и не очень умный, например, да, и, конечно, с этой точки двигаться вверх довольно сложно, оптимальная самооценка это, там, 60-80, примерно так. Ну, это так, для разогрева, что называется, это как раз не научная часть моей лекции сегодняшней, с ней можно с научной точки зрения точно поспорить, я даже знаю слабые стороны этого упражнения, но сейчас не о нем речь, мы это с вами сделали для того, чтобы подойти к теме лидерства, потому что сейчас, когда вы составляли перечень качеств, думали о том, какими характеристиками должен обладать лидер, вы наверняка написали что-то из того, что мы будем с вами обсуждать дальше. Но я сразу хочу сказать, что рассматривая лидерство, я предполагаю все-таки говорить об управленческой деятельности, потому что лидерство характерно не только для управленческой, это может быть, например, предпринимательство лидерства, это может быть политическое лидерство, это может быть неформальное лидерство, например, в коллективе. Мы говорим с вами об управленческом лидерстве, о тех качествах, характеристиках, которыми должен воздать руководитель. Я знаю, что многие из вас являются руководителями. Например, вы можете быть не только педагогом, но и выполнять административные функции. Я думаю, что на свет с вами смотрят реальные руководители, кто является, что называется, профессиональным управленцем, для кого это основной ли деятельности профессиональной. Наверняка есть и будущие руководители среди их участия. Поэтому поговорим именно об управленческом лидерстве. И здесь очень важно дать определение для того, чтобы мы с вами с общей базы смотрели на лидерство. Как я уже сказал, мы изучаем руководителей. У нас есть такая прекрасная возможность, которую нам предоставляет, собственно говоря, наше рабочее место, наш работодатель. У нас накапливаются данные руководителя разных уровней управления. Оперировать данными о лидерстве я буду, в первую очередь, на основе тех материалов, которые располагает наш факультет, который в большей степени является не образовательным подразделением, а исследовательским, аналитическим, ну и экспертом, который занимается экспертизой в плане оценки руководителя. Так вот, если мы говорим о управлении, с точки зрения классики управления, а я люблю классику, обычно выделяют три основных группы методов управления. Адмистративные, экономические и социально-психологические. Адмистративные методы основаны на иерархии, на регламентах, на распоряжениях, на законах, на законах, на законодательствах, на должностных инструкциях. И в основе административных методов лежат, ну, как называемые отношения власти и подчинения. Люди психологически к этому привыкли. В любой иерархической структуре, не только в иерархической структуре, мы с вами находимся в позиции начальника, подчиненного, руководителя, того, кто выполняет сотрудника, того, кто выполняет задачи, которые перед ним ставят руководство. В этом смысле все, к которым привыкли, относятся к этому нормально. Ну, и есть организации, которые административные методы достаточно активно используют. Например, это органы власти, где административные методы, в общем-то, стоят во главе угла при воздействии, влиянии на своих починок. Есть экономические методы управления, связанные с тем, что любой человек, наемный работник, если это не волонтер, если это не иерарх, и он чувствует этого слова, любой человек на работу будет в том числе за деньги, для того, чтобы получать доход, за счет которого он удовлетворяет потребности своей, своей семьи, причем потребности материальные, духовные и любые. И в этом смысле экономические методы управления являются удобным инструментом, которым может располагать руководитель для того, чтобы влиять на своих починенок. Это система оплаты труда, это премии, это бонусы, это продвижение по служебной лестнице, которая также ведет к росту заработной платы, росту доходов. И если я хочу, чтобы мой подчиненный работал больше и лучше, то я могу повлиять на него через использование экономических методов управления. Ну, где-то их использовать проще, например, в коммерческой сфере, там, где есть прибыль, возможность влиять на эту прибыль, в том числе, посвятая возможность любого работника влиять на нее. В госсфере, в бюджетной сфере это делать сложнее, но тем не менее экономические методы управления там тоже присутствуют. Ну и третья группа методов – это социально-психологические методы управления, которые основаны на человеческих отношениях. Теория человеческих отношений, которая появилась в 50-х годах, она в основном посвящена влиянию на человека в организации через отношения. И в этом случае ресурсом руководителя является не его позиция, не его полномочия, не его возможность влиять на материальное благополучие сотрудника, а его личность. Опираясь только на свою личность, руководитель может влиять на своих сотрудников. Ну и, собственно говоря, лидерство в этом случае, в этом смысле относится как раз к социально-психологическим инструментам влияния. И если мы говорим о лидерстве в чистом виде, то я дал бы такое определение лидерству. Лидер – это тот, кто способен вести за собой, не опираясь на полномочия и деньги. То есть не опираясь на административные ресурсы и не опираясь на те экономические ресурсы, материальные и финансовые ресурсы, которыми руководитель располагает.